Библейский портал экзегет.ру представляет Деяния апостолов, перевод Международного библейского общества для библейского портала экзегет, 8 глава. Последняя глава до Павла, то есть вся последующая книга у нас будет про Павла и его путешествия. А тут вдруг такой маленький эпизод, не очень понятно зачем. Даже не один на самом деле эпизод. Савл уже одобрил это убийство. Ну, это про убийство Стефана, о нем мы читали в прошлой главе. Собственно, эти слова не относятся к прошлой главе, но вот когда делили на главу, так иногда вот кусочки, которые из прошлого повествования оказались отнесены к следующему. Но неважно, нам это зато напомнит о том, что убийство Стефана, это было именно убийство, его даже не назовешь неправосудной казнью, потому что Синодрион, Верховный Совет, который собрался, он начинался как судебное заседание, окончилось как безумная толпа, которая потащила Савлу побивать камнями уже безо всяких там процедур. И Савл там сторожит, Савл, будучи Павел, сторожит одежду свидетелей, которые должны бросить первые камни. И одобряют все, да, правильно, но одновременно, очевидно, наблюдают за тем, как упорны христиане. Как они вот в своем стремлении сказать неприятное далеко заходят. Слушайте, ну это безобразие надо прекращать. Нужны решительные меры. Что там этот Верховный Совет сопли жует? Почему он там отпускал раньше апостолов? Почему всех вообще не схватили, не арестовали, не убили, думает молодой парень Савл, который борется за отеческую религию, да, он не просто так, это вот его рвение. В тот день началось большое гонение на Иерусалимскую церковь. Кровь почувствовали, да. Увидели кровь, и кровь пьянит, да, вот когда проливается первая кровь, дальше у людей какие-то тормоза просто слетают, отказывают. И все, кроме апостолов, расселись по идее Самарии. Вообще люди разбежались в ужасе от этого. Первое серьезное гонение. Благочестивые люди похоронили Стефана, горько оплакивали его, а Савл преследовал церковь. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в темницу. Но это уже вот, как оно началось, как бессудная расправа, так оно и продолжается. Он ходит, ну такой террорист, да, религиозный фанатик, такой вот ИГИЛ, запрещенный в России организацией, ходит, хватает людей, тащит их куда-то уже, не разбирая ничего. Вот смотрите, как быстро, как быстро вот это неприятие христианства, вот очень мягкого решения Гамалиила, давайте их отпустим, если это от Бога, то мы не сможем с этим бороться, а если от людей, то само развалится. Это превратилось вот в религиозный фанатизм, когда просто людей сбивают, убивают, арестовывают без видимых причин. Как мало людям надо, чтобы озвереть. И как, к сожалению, часто соображения духовной пользы, это же они не просто от того, что им там скучно, от того, что они там не любят кого-то, это все примешивается. Но из высоких якобы соображений они борются за отеческую религию, они храм свой защищают, там Иисус якобы храм собирался разрушить. Давайте все встанем на защиту, всех убьем. Так, трудное время для церкви. А что делать? Между тем, рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, сидели тихо и молчали. Проповедовали везде, куда бы они ни приходили. То есть гонение, наоборот, служит катализатором. До сих пор они все сидели в Иерусалиме, в Иерусалиме уже все про это услышали, но за пределами Иерусалима почти никто об этом не знает. А тут их разогнали, но одновременно разнесли христиан по окрестностям. Филипп пришел в главный город Самарии и проповедовал там о Христе. Самария – это окрестная область, там самаряне или самритяне – это не совсем иудеи. Толпы народа внимательно слушали, что он говорил, и видели знамени, которые он совершал, потому что из многих одержимых выходили с громким криком нечистые духи. Многие парализованные и хромые получали исцеление. И в городе том была большая радость. То есть вот постоянный сюжет в деяниях, что чудеса подтверждают проповедь. Так-то мало ли кто что скажет, да? Но когда творятся чудеса, то люди начинают понимать, что сказанное есть истина. Был там один человек по имени Симон, довольно частое имя еврейское, который раньше занимался в этом городе колдовством, изымляя жителей Самарии. Сам он считал себя великим человеком. Все люди, простые и знатные, слушали его с восхищением, говоря, этот человек наделен божественной силой, которую называют великая сила. Смотрите, вот у нас до сих пор был сын Адрион, он же Верховный Совет Иудейский, который вот институт, чувствующий некоторые угрозы от апостолов, они проповедуют, ну и лишают его авторитета. Он реагирует как репрессии. А Симон — частное лицо, но заинтересованное, материально заинтересованное лицо. Он же там был главным магом, знахарем, колдуном, экстрасенсом, прорицателем вообще всем. И тут приходят апостолы, они еще круче. Что делать? Власти у него нет. Ну, власти сажать в тюрьму, казнить, надо что-то решить. А восхищались им потому, что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. Но когда жители этого города поверили Филиппу, проповедовавшему о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то многие мужчины и женщины приняли крещение. Симон тоже поверил и принял крещение. Он же понял, что есть круче него. Он повсюду ходил за Филиппом, удивляясь знаменем и великим чудесам. Когда апостолы в Иерусалиме услышали о том, что в Самарии приняли Слово Божье, они послали к ним Петра и Иоанна. Зачем? Уже был Филипп. А вот одного Филиппа мало. Это не личное дело какого-то одного апостола. Это все-таки апостольская миссия. И она впервые переходит на другую страну. Пусть это всего лишь Самария, которая почти то же самое, что и иудея. И значит, нужно какое-то подтверждение от других апостолов, что это не частная инициатива у Филиппа, это дело церкви. Вот принцип соборности. Он по-разному проявляется, но он с самого начала здесь есть. То есть, что все свободны делать то, что они считают нужным, но церковь одобряет или не одобряет их поступки. Церковь принимает или не принимает их опыт. Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел. Они только были крещены во имя Господа Иисуса. То есть, смотрите, сошлиствие Святого Духа, как-то у нас перестали мы обращать на это внимание, но, в принципе, в православной традиции таинство миропомазания сразу после крещения. Но это такой, скорее, дополнительный обряд. Так это воспринимается. А здесь крещение — это лишь первая ступень. И, пожалуй, многие люди остаются на этой первой ступени крещения. Да, я крещеный, но таинство Святого Духа, оно как бы означает начало жизни в церкви. Конкретно не сказано, в чем оно выражалось. Но человек ощущает, что в нем начинает действовать некая сила от Бога. Что вот что-то происходит такое, чего раньше с ним не происходило. В нем какая-то новая жизнь. И она не приходит сама по себе. У апостолов нет возможности ее запустить, вот как часовой механизм. Повернул там рычажок и все заработало. Крестить они могут. А вот Святой Дух от Бога. Вот действия человека и действия Бога в жизни церкви. Не могут только молиться, чтобы он сошел. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Видите, дополнительное некоторое действие, которое, тем не менее, ну как бы не гарантировано. Которое все-таки Бог сам, а не только откликаясь на какие-то определенные ритуальные действия совершает. Когда Симон увидел, что Дух был дан через заложение рук апостолов, это еще круче. Прямо вот совсем суперспособности. Он предложил им деньги, ну, как решаются любые проблемы в нашем мире. Говорят, дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа. Это же колоссальный источник дохода. Очень разумное вложение. Купить себе это правило сейчас и дальше продавать его. Даже не обязательно напрямую. Да, эта возможность даст ему доступ там к власти, к авторитету, откроет любые двери перед ним. Деньги там уже следствием станут. Но Петр ответил, пусть твои деньги погибнут вместе с тобой, потому что ты думаешь, что можешь купить дар Божий за деньги. У тебя нет никакого права участвовать в этом деле, потому что сердце твое неправо перед Богом. Рассказься в этом зле и молись Господу. Может быть, он простит тебе такие мысли. Я вижу, что ты полон горькой желчи, и скован цепями неправды. «Деньги не решают ничего», — говорит Петр. Хотя наверняка было ему не лишнее. Наверняка было на что потратить. Симон ответил, «Помолитесь обо мне Господу, чтобы со мной не приключилось ничего из того, о чем вы говорили». Вот его ответ. Да, он может быть искренний, может быть нет, мы пока этого не знаем, но во всяком случае он понимает, что это так не работает. И с тех пор, кстати, покупка какого-либо церковного положения будет называться Симонией по имени этого самого Симона. Когда просто, ну это как товар, да, дал денег и получил благодать. Это не благодать, потому что благодать от Бога и нам как раз только что этот текст очень ясно показывает. Апостолы всего лишь молятся, а уж сойдет Святой Дух или не сойдет, это от Бога. Апостолы свидетельствовали и проповедовали там слово Господа. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге проповедовали радостную весть во многих самарийских деревнях. Вот движение расширяется, да. И дальше один особенно странный эпизод. Ангел Господа сказал Филиппу, вот тому самому, который у нас действовал в Самарии, «вступай на юг на дорогу, что ведет через пустыню из Иерусалима в Газу». Ну и сейчас сектор Газа, да, ну там в основном всякие события военные бывают, а это вот по дороге к Египту. Филипп встал и пошел в совершенно другую сторону, да, вот только что Самария, она к северу от Иерусалима, а дорога в Газу явно на юг. В это время там находился Ефиопский Евнух, придворный Кандакий, царица Ефиопов, заведовавший всей ее казной. Он приезжал на поклонение в Иерусалим и теперь возвращался домой. Африка, она на юг, да, от Иерусалима, поэтому в Эфиопию он едет на юг. Кто он такой? Явно, что он иудей. Был ли он евреем этническим? Или он был из тех, кто обратился в иудаизм? Ну, живут язычники, в какой-то момент они начинают понимать, что, наверное, Бог един, что вот эти пляски вокруг идолов, это не то, что их привлекает. И вот есть религия, в которой уже все это говорится, сказано со своими ритуалами, книгами священными. Видимо, вот он был таким новообращенным в иудаизм Эфиопа. Может быть, даже не новым, может быть, уже его предки обратились. И он приезжает в Иерусалим, возвращается домой. Что делает человек, возвращаясь из паломничества? Отмечает это событие, да? И теперь возвращался домой. Сидя в своей колеснице, он читал пророка Исаию. Книги были дороги, читать не все умели, а вот все равно в дороге он читает. То есть он не просто совершил ритуальное действие, он его совершил осмысленное, и он посвящает свое свободное время изучению Писания. Дух сказал Филиппу. А то с Филиппом дух уже так запросто, да? Он просто воспринимает его непосредственно. Подойди к этой колеснице и иди рядом. Филипп подбежал к колеснице и услышал, что в ней читают пророка Исаию. Читали обычно вслух. Про себя стали читать только уже, когда книг стало очень много. где-то уже там в позднем Средневековье на пороге нового времени. Ты понимаешь, что о чем читаешь? Спросил Филипп. Как же мне понять без объяснения? Ответил тот и пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. Прекрасный диалог, да? Читать Священное Писание недостаточно. Важно понимать. А понимать можно только, если будет толкование. И смотрите, это вообще-то большой чиновник. Он премьер-министр Эфиопии. Так, на секундочку, да? И тут к нему подбегает какой-то оборванный непонятно кто и задает ему всякие вопросы. А он его приглашает объяснить. И пригласил Филиппа подняться и сесть с ним. А он читал следующее место из Писания. Цитата из Исаии. «Как овца он был введен на заклание, и как ягненок перед стригущим безмолвен, так и он не открывал своих уст. Он был унижен и лишен права на справедливый суд. Кто может рассказать о его потомках? Ведь его жизнь берется с земли». Но это пророчество из 53 главы Исаии, которое, конечно, обычно воспринимается в христианской традиции как пророчество о Христе. Евнух спросил Филиппа. «Скажи мне, о ком говорит здесь пророк? О себе или о ком-то другом?» Ну, главный вопрос. «Кто действующие лица?» Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе. Вот, отталкиваясь от ветхозаветного пророчества, он сообщает, что все сбылось, все уже произошло. Тем временем они приблизились к воде. Ну, какая-то там была, не знаю, пруд какой-то. «Смотри, вот вода!» — сказал Евнух. «Что мешает мне принять крещение?» И дальше интересный ответ. «А что мешает людям принять крещение?» Не подготовились, не захватили с собой принадлежности всяких, там, простынку, я не знаю, тапочки. Что еще может мешать? Филипп сказал, «Если ты веришь всем сердцем, то можно». Ничего не мешает. Но нужна вера, чтобы это не было просто обрядом, просто «я русский, значит, православный», или там «все крестятся, и я тоже хочу». Единственное, веришь всем сердцем. Единственное условие. Евнух сказал, «Я верю, что Иисус Христос — Сын Божий». Какой краткий символ веры? Потом возникнут Цереградский, Никео Цереградский, да? А вот зернышко. «Я верю, что Иисус Христос — Сын Божий». Еще про Троицу он ничего не говорит, да? Он не знает, как устроена церковь, он ничего еще не знает, кроме этого одного. Но вот то, что порождает крещение, то, что порождает, собственно, церковь — Иисус Христос — Сын Божий. Все остальное станет выводом, приложением, объяснением, дополнением к этому главному вероисповедальному выражению. Он приказал остановить колесницу, но у него там, конечно, какие-то слуги, он же важный господин. «Оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. Когда они вышли из воды, дух Господа унес Филипп, и Евнух его больше не видел. Радостно он продолжал свой путь. А Филипп оказался в городе Азоте, а это уже на западе, на Средиземном побережье. Он поведал радостную весть во всех городах, пока не пришел к Кесарию». Зачем здесь этот эпизод про эфиопского Евнуха? Во-первых, конечно, вот такое энергичное действие духа, немного хаотичное, с нашей точки зрения, никакой планомерности. Но дух на то и есть, что он действует, как он хочет. А с другой стороны, это первое свидетельство о распространении христианства за пределы Святой Земли. Евнух отправляется в свою Эфиопию, в Африку, и несет туда проповедь христианства. В Эфиопии христианство есть, да. Хотя традиционная эфиопская церковь, ну, довольно своеобразная, она не находится в общении с такими православными церквами, в нашем понимании этого слова. Но, тем не менее, христианство там есть, оно очень древнее. И вот зачем эти эпизоды здесь? Дальше пойдет речь про апостола Павла, про его обращение, про то, как он будет путешествовать и разносить эту весть. Но важно, что это не Павел начал. Важно, что... Вот часто говорят, что... Ну, христианство — это изобретение апостола Павла. Да, там, конечно, был Иисус, это все понятно, но Павел сформулировал его вероучение, Павел начал его проповедь по всему миру, Средиземноморскому, собственно, христианство изобрел Павел. Такое я слышал очень часто. Был вот такой мудрец Иисус, который учил разным хорошим вещам, но Павел сделал из этого религию. Да нет, Лука уже это опровергает. Он говорит, да, Павел включился в определенный момент и был очень успешен. Успешнее, может быть, всех остальных вместе взятых. Но до Павла, в том числе, и даже проповедь вот этим вот иноземцам, которые не иудеи, которые живут в других странах, она уже началась. Вот, например, африканское направление, которое Павлом совершенно не было затронуто, но началось с этого эфиопского евнуха. Значит, христианство уже не просто состоялось, как небольшой кружок, группа какая-то в Иерусалиме. Оно уже распространилось по всей Иудее, по Самарии, и оно уже начинает выплескиваться за границы Святой Земли и занимать окрестные страны. И здесь у нас в девятой главе появляется как раз Саввл, он же будущий Павел.